30 лет на сцене это внушительный творческий юбилей. Глядя на Ирину Дорофееву, даже не верится, что мы уже три десятилетия, как летит время, наслаждаемся ее талантливым и так хорошо узнаваемым голосом. Красивая, хрупкая, нежная, но на сцене это профессионал. На 100% преданной музыке и своей стране. Далеко не у каждого артиста на славянском базаре в Витебске получается погулять по городу на столько загруженный график. У заслуженной артистки Республики Беларусь, известной певицы Ирины Дорофеевой, свободного времени тоже немного. Однако, пригласив Ирину прокатиться на экскурсионном трамвае, мы получили согласие. Располагайтесь, вживайтесь. Я всегда нахожусь в пути. Я обожаю дорогу. И жизнь – это тоже дорога. Для меня важно, что я родилась в своей любимой Беларуси. И вот видите, не случайно мы остановились. Это вот так та остановочка в жизни, которая всегда должна быть. Вспомнить, кто ты, где ты. Настоящему профессионалу все по плечу. Ирина обожает водить автомобиль, поэтому мысль попробовать себя в роли вагоновожатой только на первый взгляд кажется немного невозможной. Вот педаль безопасности. Это стоп, правильно? Нет, ее просто нужно нажать и держать. Вот это контроллер. Мне нравится, чтобы в жизни была тоже педаль безопасности. Осторожно, двера отшиняется. Приятно, мне нравится. Чуть-чуть наберем газ. Нет, 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 нет. Первые трамваи начали ходить в Витебске 125 лет назад. А этому трамваю, который сегодня ведет Ирина Дорофеева, пошел 26-й год. Все прекрасно у меня получается. И все, и все рекомендуется. Самое важное, чтобы ты мог вести не только себя по жизни, но и за собой вести всех. В этом году Ирина в составе жюри международного конкурса эстрадных исполнителей. В прошлом сама конкурсантка здесь и победительница. Как вот сейчас член жюри, я буду оценивать, как будто себя юную, начинающую. Это очень трогательно. Я больше волнуюсь почему-то за наших конкурсантов, потому что мне так хочется, чтобы у каждого из них была такая же счастливая судьба, как у меня. Слушайте, ничего не видно. Но будем решать проблему. Будем смотреть вот так. Сразу после первого конкурсного дня у Ирины Дорофеевой нет времени на отдых. 15 минут. И вот из судейской кабинки артистка уже стоит на сцене. «На крыльях мечты» так называется концертное шоу. Вот уже 30 лет на сцене. Из вчерашней участницы конкурса чудесное превращение в заслуженную артистку Республики Беларусь и в такую народную любимицу. У меня еще была такая вот счастливая звезда, мечта. Да, я верила в то, что я обязательно стану большой певицей в своей стране. Вот как-то вот прямо к этому всем сердцем стремилась. Сегодня спеть с дуэтом с Ириной в этот вечер на сцену вышел, пожалуй, самый именитый народный артист Беларуси – Анатолий Ермоленко. В самом начале творческого пути он здорово поддержал Ирину и продолжает это делать сегодня. «На назой, ты за туманами, тишине, весом, не поем». А я всегда, если вижу человека, у которого есть талант, заложен и потенциал, я всегда помогаю таким людям так, как могу. Анатолий Ермоленко не так давно стал прадедушкой. А его внучка Ульяна – начинающий журналист. Тоже в этот вечер рядом с ним. Правночка у меня уже есть. Я уже дедушка на всякий слух. Прадед, партон. Белорусский государственный ансамбль «Песняры» на концерте Ирины Дорофеевой «Как друзья» и «Приглашенные звезды». Все эти белорусские артисты – самый наглядный пример, как можно быть патриотами своей страны не на словах, а на деле. Ты всегда должен помнить, что нигде тебя так не будут ценить, любить, прощать, оберегать, как только в родном доме. Только живой звук, зажигательное шоу и лучшие танцоры. В этот вечер на два с половиной часа Ирина Дорофеева стала полноправной хозяйкой сцены. И очень хочется, чтобы новый концерт певицы случился совсем скоро. Вновь.